Избили и изнасиловали проект «ГУЛАГУ.НЕТ» опубликовал видеозапись, сделанную в одной из исправительных колоний Прикамена. В кадрах видно, как заключенные бьют и унижают одного из осужденных. Об истории происхождения этого видео на своей странице в фейсбуке рассказал Владимир Осечкин, основатель ресурса «ГУЛАГУ.НЕТ». Данное видео, рискуя жизнью, смог вынести предположительно добросовестный сотрудник ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю, который анонимно переслал его нам. Это страшные кадры и спокойно смотреть это нельзя, но мы все обязаны знать суровую правду о происходящем в застенках в российских СИЗО и колониях. Мы обязаны знать и рассказать об этом миру, чтобы остановить этот ад. В региональном управлении ФСИН отреагировали на появление видеоролика. Сейчас идет внутреннее разбирательство. Участвуют в процессе и столичные сотрудники службы исполнения наказаний. В сети интернет было размещено видео, содержащее факты неправомерных действий со стороны осужденных ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю в отношении другого осужденного этой же колонии. В связи с этим ГУФСИН России по Пермскому краю назначена служебная проверка, результаты которой будут направлены в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю для принятия процессуального решения. Также для проведения проверки в учреждение выехали сотрудники Центрального аппарата ФСИН России. Изнасилованием в колонии заинтересовалась и Прикамская прокуратура. Надзорный орган организовал свою проверку по факту появившейся в интернете информации. В ходе проведенных надзорных мероприятий опрошены лица, отбывающие наказание в данном исправительном учреждении. Изучена служебная документация, а также видеозаписи. Факт неправомерных действий, связанных с нарушениями требований уголовно-исполнительного законодательства, нашел свое подтверждение. По итогам проверки прокуратурой края начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю подготовлено представление. Отметим, что прокуратура также продолжает надзор за проведением процессуальной проверки, которую ведут следственные органы. Именно по ее итогам дадут уголовно-правовую оценку, случившемуся в Соликамской девятой колонии. При этом активист Владимир Осечкин заявляет, что ему известно о как минимум пяти фактах насильственных действий сексуального характера в отношении заключенных в сентябре этого года.